всем привет это видео на сайте ведро ком мы начинаем нашу новую рубрику мы думаем что она будет самой крутой на этом сайте потому что эти вообще ни на что не способны в общем мы будем время от времени обозревать бушные автомобили начнем мы с моего автомобиля это kia chirata или kill serata я даже не знаю как правильно назвать я сейчас расскажу почему именно эта машина история приобретения этого автомобиля какая у меня машина была раньше а дима будет здесь просто стоять для красоты и так это kia chirata выпуска 2007 года но она уже вот эта модель больше начинала продаваться в 2008 году и в конце 2008 появилась следующее поколение до него была дорестайлинговая версия это отличается от дорестайлинговая то что тем что здесь цвт двигатель он 16 литра есть также и двухлитровый цвт 16 клапаник но от прошлых поколений от меня отличаются более высокой мощностью ну и всеми прелестями связанными с цвт вы можете почитать статью на сайте про двигатели здесь 122 лошадиные силы и это в принципе больше чем двухлитровый 2 у двухлитрового двигателя прошлого поколения то по-моему то ли 112 или что-то такое а у 1.6 там по-моему 102 или 108 лошадиных сил это достаточно много до этого у меня кстати был рено кангу 1.4 литра восьмиклапанник 75 лошадиных сил и прирост по мощности в этом автомобиле практически в два раза это конечно же очень заметно садишься и просто автомобиль вылетает из-под колес я наверное если буду продавать эту машину все-таки буду выставлять ее как 2008 года потому что она в ноябре была куплена и цвт двигатель в общем все дела это уже все относится к моделям 2008 года расскажу немного про преимущества этого автомобиля перед другими подобными которые можно было приобрести и более того это самая базовая комплектация но если говорить по сравнению с теми машины которые сегодня продаются в таком ценовом диапазоне сам базовой комплектации даже говоря про ту же самую киа чирата сегодня базовая база стоит намного дороже то есть найти в таком ценовом диапазоне она мне обошлась в давайте я сейчас вспомню меньше чем 100 тысяч гривен это по тому курсу когда это было 18 тысяч долларов то есть это тогда были очень меняемые деньги к слову мой кангу тогда стоил 20 с копейками тысяч долларов то есть это было действительно немного так вот у этого автомобиля были явные отличия даже в самой базе начнем с хотя бы дисковых тормозов они есть и спереди и сзади к примеру я выбирал конечно это чуть разные классы автомобиль но тем не менее в hyundai accent сзади были барабанные тормоза наверное все что подчеркивает слишком базовость этой комплектации это вот если вы посмотрите сюда вот это вот ручка многие сегодня заходят назад и говорят а что это такое куда меня сейчас катапультируют так вот кто не знает кто родился позже 2007 года это ручка для открытия задних стекол это наверное самое такое разительное отличие все остальное как отсутствие к примеру магнитолы это в принципе с этим можно мириться кстати аудио подготовка в этой версии есть к примеру в новом nissan ноут самой базе и подготовки аудио подготовки нет вообще никакой я здесь доставил автодоводчик если мы посмотрим я сейчас заблокирую машину сначала закрывается правое стекло и сразу начинает закрываться левое стекло говоря про автодоводчики задние стекла конечно же не закрывается потому что они механически вот этот всегда надо контролировать также сюда было доставлено это кстати единственно еще кроме магнитолы что было доставлено это вот эти вот дождевички противодождевички это оригинальная то есть были куплены в салоне и у них есть преимущество перед какими-то куплен на базаре перова они не засовываются но я думаю что такие тоже есть но у меня на кангу примера докупал они засовывались под вот сюда вот там туда куда стекло заходит и от этого сильно царапалось стекло и она как бы изгибалась когда до конца закрывается то есть это неправильно вот здесь вот поверх когда клеятся эти дождевики это очень хорошо если будете покупать то обязательно смотрите говоря про положительные черты этой комплектации то сейчас наверно перейдем в салон но начнем даже отсюда здесь зеркала хоть и не крашены но они с электроприводом с подогревом такого кстати даже в peugeot 407 в достаточно хорошей комплектации не было это очень хорошо также обратите внимание на вот это просто гордость этого автомобиля на срач не смотрите я не готовился вот я сейчас зайду оттуда здесь есть просто невероятная роскошь говоря про бюджетные автомобили это подлокотник причем подлокотник не такой как у меня был в кангу где он просто к сиденью крепился хотя и за это спасибо это самый настоящий подлокотник причем смотрите он раз открывается здесь у меня логово салфеток и 2 открывается и здесь вот такая вот штука это тоже очень приятненько подстаканники все дела то есть салоне очень хорошо и говоря про салон раз мы уже сюда зашли то приборная панель мягкая опять же это далеко не везде сегодня встретишь она мягкая причем такая не не гремит ничего но тем не менее вот говоря уже про минусы автомобиля спустя пять лет вот наверное можно простить по утрам когда машина ночью отдыхала устоялась все начинаешь ехать и вот там как будто шарики так катаются еле еле если музыка играет то и не слышно но все-таки вот чувствуется что вот это вот резина мягкий пластик он чуть-чуть притирает об стекло где-то там то есть то ли подкрутить где-то что-то надо но то натяни майку систочки видно да я именно про это и говорил говоря еще про салон не раз мы уже здесь то обратите внимание к примеру как хорошо закрывается бардачок он очень плотненько здесь я кстати на это не обращал внимание пока потому меня на кангу просто достаточно сильно житался но это нормально для всех кангу в того поколения которые у меня были но потом ко мне сел владелец и максимальной комплектации nissan note и говорит тут это вот хорошо у меня так она на сантиметр где-то отходит и знаете удивило человека прям а вот что меня удивляет понятное дело после ланос и кангу то что мне было это нормально но тем не менее даже в других автомобилях вот саньон каранда к примеру это реализовано хуже вот это вот система управления всем что на вас дует очень плавно ручки ходят и здесь нет ощущения что они вырвутся ну вот им пять лет уже и они очень очень хорошо работают и очень нравится вот эта система управления перекрытием на рециркуляции воздуха чтобы воздух не заходил снаружи настолько удобном месте находится кнопка я постоянно вижу как черный дым летит откуда-то и она сразу же закрылась будет открылась вот на nissan note уже раз так говорим сам бюджетной комплектации там такая как в ланосе просто такая рука ее надо туда-сюда возить и дергать ну и управление кондиционером вот это в принципе очень прикольно конечно же заглушка под кнопку самая базовая комплектация от этого ладно я думаю предпродажный ролик можно считать завершенным и пора переходить к тестированию ее ходовых характеристик саша много нахвалил свою машину но основные основную маленькую часть он не сказал если посмотреть на киа теперешних поколений то их еще можно назвать нормальными машинами ой дядя милиция едет вот вот это вот еще то страха жопина только как корейской морковки наверное покажу то что эргономично не очень хорошо сделано к примеру я не понимаю как можно в автомобиль там где руки постоянно прикасаются руки имеют суэстово потеть делать вот такую клеенку кстати вот эта клеенка она это то что меня сначала очень сильно отталкивала от этого автомобиля она выглядит как покрытие крыши такой обшивка крыши в жигулях классики как в волге то есть вот эти вот пупырышки я не представляю просто откуда это взялось хотелось посмотреть и пожать руку тому дизайнеру так пожать чтобы просто вот который сказал а давайте сюда вот такой вот пришпандер также можете видеть вот эту вот трещинку это кстати единственный баг по салону я ее уже покупал с такой штукой то есть вот здесь видно что натяжение есть она разошлось чуть-чуть дальше не расходится как бы карту можно поменять но это надо чтобы руки дошли потому что надо снять сначала вот это вот панели открутите карту изнутри открутить вот эту штуку на разборке на самом деле это там будет стоить баксов 15-20 но не суть важна это время надо забрать говоря про сиденья с первого дня как только машина из салона выехала тут были чехлы поэтому сами кресла очень очень хорошо сохранились и я буду их продавать как новый автомобиль скажу что прямо из салона иди сюда багажник не открывается снаружи кроме как ключиком мне кажется это хорошо потому что ну представим ситуацию вот сейчас все любят делать эту кнопочку ты подходишь открываешь ты сидишь в машине кто-то подошел открыл а в седане ты можешь даже не услышать если тихо открыл там завтыкал и бери не хочу все что хочешь из багажника вообще нет вообще в нормальных машинах она так не открывается ну как не открывается ты подходишь и кнопочка если ты забыл например ты остановился центральный замок открылся у тебя ты завтыкал да и все ты подошел и открываешь себе багажник вот мне это не совсем нравится поэтому здесь реализация мне кажется хорошая мы можем разобрать и показать сколько в него влазит уже так ничего не понятно рюкзак здесь есть стул нашего оператора он очень давно давно и довольно жесткий стул здесь есть пару штативчиков монхозе легко с каким-то еще рюкзаком кофры и когда есть уя какая-то уя там лежит но место здесь нормально как для седана опять же супер большой но и первого дня здесь вот такой вот коврик опять же куплен в салоне то есть специально для этой машины ну и нормальный багажник я не знаю мне пока что конечно с последним с моим прошлым кангу ничего выразительного но седан имеет свои преимущества все-таки загружать сюда продукты после магазина намного удобнее зазоры посмотри как сделаны зазоры хорошо между кузовом и бампером здесь не палец не влезет ничего это тоже особенность вот китайцы этим вообще не славились сейчас начали что-то вменяемое делать но тем не менее у меня на кангу тоже были большие зазоры здесь очень очень хорошо все подогнано некоторые жалуются на достаточно слабенькое кузовное покрытие и если посмотреть ну здесь наверно не видно сейчас но маленькие коцки есть наверное для пятилетнего автомобиля это совершенно нормально ну действительно наверное пришло время ехать вот если говорить как бы не заинтересован но не заинтересованному лицу вот единственные основные минусы по салону вот это вот хренатень она вообще как будто из какой-то волжанке чувак вот это вот ну посмотри на вот эту вот особенно ну а в каком или да нормально понятно что по дизайну оно должно было быть другого цвета но это самая базовая комплектация главное минус и другого цвета и другого дизайна посмотри но как она переключается она просто щелкает говоря про то как я ее купил на самом деле это все был один сплошной эпический вин почему потому что покупал я ее с двумя комплектами резины достаточно хорошего качества причем зимняя лучше чем летняя и оба комплекта резины были у меня на дисках то есть летняя на литых дисках не оригинальных дисках в комплектации lx базе не было оригинальных дисков литых в комплекте в базе но их докупили остальные теперь для зимней резины служит тоже очень удобно можно фактически дома если все отбалансировано на домкратик поставил поменял себе резину или можно было даже в выходной день на трек поехать если другая машина была говоря про расход то что многих интересует и меня это тоже не в последнюю очередь не интересовало все-таки двигатель мощнее машина быстрее намного она даже с кондером тянет в порядке себе расход семь и пять до восьми литра это очень вменяемо при говоря про пробки говоря про кондиционер вот мне кажется это очень очень неплохой показатель шумоизоляция ты прав когда мы стоим на светофоре к сожалению мы не успели постоять сейчас на светофоре если кондиционер включен то слышно некоторые некая вибрация то есть это от этого не уйти но это принципе во многих автомобилях такой есть чуть-чуть вибрирует и конечно же двигатель по громче работает но стоит выключить кондиционер там вечером ездишь или еще как-то двигателя на светофоре не слышно в принципе вообще то есть ты остановился даже если музыка не играет ты можешь где-то там вот если идеальная тишина журчание услышать это это очень круто я вот когда ее приобрел я всех друзей сюда посадил и те кому было не бы постебаться вот как ты ну действительно люди говорили что вот нереально тихая машина для своего класса она просто очень тихо шумоизоляции действительно все в полном полном порядке говоря про подвеску из-за того что здесь 15 дюймовые колеса они больше чем 14 дюймов что принципе логично очень хорошо хаваются там мелкие неровности то есть это чувствуется вот на обычной дороге ты едешь и чувствуется что она как-то помягче чуть-чуть ну и сама подвеска и шумоизоляция все дает о себе знать не хватает управления на руле и вот такой руль я всегда считал идиотизмом нормальный руль запомните это трехспицевый руль должна быть вот так тема и одна снизу спица тогда можно взяться вот так они вот так то есть вот так вот брать здесь сюда две руки не влазят сюда неудобно ну как то то есть если хочешь сменить положение рук ты можешь или так или так ну как бы никак по сути вот на кангу я ехал и было удобненько там руль хороший но кстати вот говоря про эргономичность я бы все дал на кангу салон был бы как бы не такой марки как вот это вот это но я бы с ним поменялся бы на то что сейчас здесь потому что здесь черный руль не видно как пачкается руль чаще всего-то держишь руль а согласись ты поковырялся в носу ты там где-то зуба эмаль почистил до пальцем сел там что-то выйдем но все равно на рулет все остается и как неприятно когда люди все это видят а так как бы ты знаешь может быть что она там и есть но но ты этого не видишь и поэтому можно сказать что его там опять же автомобилю пять лет надо понимать что не кондиция вообще по нему ничего крупного каких крупных ремонтов по ним в принципе не было то есть только то здесь и говоря про крупные ремонты здесь цепь стоит вот я говорил один из при одно из преимуществ это автомобиля одноклассниками это дисковые тормоза в ноуте нет ну там класс чуть пониже но тем не менее это все равно машины с которыми сравнивают люди когда покупают в ноуте нет в suzuki sx 4 нет в акценте нет здесь стояли дисковые тормоза это огромное преимущество здесь цепь здесь не ремень а цель а ты бы рассказал мне в чем преимущество дисковых тормозов не рассказал бы на я знаю что это огромное преимущество куда доедем да сейчас я проеду давай только чувак надо очень аккуратно я серьезно кстати это надо оператору отдать эта палка очень-очень мощная машина будет будет готов очень мощная тормози тормой сейчас будет перекресток к писать мне вообще неудобно вот единственное что мне неудобно сразу мне с коробками передачи не бывает проблем но здесь вот чуть-чуть неудобно суть не в этом суть в том что я права забыл я хотел это как-то красиво сказать и подвести люди 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 уже рядом проверим разгон до сотни вот вторую переключить за меня перейти здесь пара чувак ну ты шо ну вот неудобно я не чувствую вот мне какие-то это пятую как так можно но вот не чувствую вот вообще вот все хорошо они чувствуют только вот передачи все стоит там уже заканчивается там еще тормозить мы 300 раз успеем тормози тормози как блин сейчас задом ехать кстати говоря про клиренс сразу же на то пошла речь клиренс здесь 160 в новых чаратах клиренс меньше я тебе должен так сказать новая киа чарата до сих пор выпускается с таким же двигателем только там когда там вот окружался аварийку а там в какой-то трамвай на его раскрутку ты же да смотри что ты ты с ручником едешь стой 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 так больше не может длиться слушай а может на туре с ручником ехала я думаю что она так свистит хорошо давай теперь не кривить душой и представим такую ситуацию у тебя забирают машину и дают тебе опять твои девять штук зеленых баксов и вот ты бы ее купил еще раз или за 9 тысяч 9 за 9 конечно просто дело в том что эта машина стоит дороже мне очень повезло по связям купите по родственным связям скажем так приобрести за такие деньги то есть она не стоит 9000 она стоит на тот момент когда я покупала это было полгода назад уже чуть больше такая комплектация в таком состоянии стоила 11 11 500 то есть сейчас на 10 до 11 500 стоит это нормальная цена для этой машины сейчас я бы не покупал за 9 ничего потому что за 9 в принципе купить что-то нормально это очень и слушай давай быстренько последний момент который может быть интересен людям обслуживание стоимости я ни разу ее не обслуживал ты знаешь на официальном где-то в районе тысячи гривен это где-то 100 до этого это замена масла всяких расходников и всякого да это это дороже чем я кангу обслуживал поэтому я буду искать все таки какие-то нормальным если здесь выйдем да я буду искать нормальные но не официальные сервисы в которых смогут нормально эту машинку обслуживать конечно же наверно хотелось бортовой компьютер все-таки так смена произошла во многом улучшения там удобное управление кондиционером тихая комфортная там подлокотник нормальный но это такие хардверные улучшения хотелось бы чуть-чуть наверное вот автомат при же хотелось бы хотелось бы компьютер не отговоря про компьютер приборная панель здесь легко меняется вот в самой самой базе как у меня не вшит компьютер а уже даже в следующей версии в которой компьютера нет в следующей модификации он на самом деле есть если сделать здесь дырочку вышивая этот специалист он даже подключен вот феномен в том что он даже подключен за приборную панелью работает даже но просто ты его не видишь то есть как бы выгоднее им оказалось на заводе его подключать включать все но просто выставить полностью зашитую как бы приборную панель чтобы ты его не видел но его можно в любом случае есть он же управляет и подачи ну там экранчик который даже отображает тебя все но просто его не видишь то есть в других комплектациях там постарше ты видишь его потому что он понятно есть как бы а в этой комплектации как бы его нет сожалению вы не смогли посмотреть как мы дрифтили это вы можете посмотреть на поле вот эти да это я только что дрифтил на переднем приводе просто села батарейка уже и мы не смогли вам это показать но было реально круто просто поверьте что эта машина очень хорошо можно ику может верить и да да здесь шина просто вот это все было очень круто это был первый наш такой нет не первый даже назовем пилотным тест-драйвом бу тачки говорите что вам понравилось там не понравилось чтобы вы хотели более информативным или более не знаю каким стилем это все до рассказывать мы хотим продолжать делать такого рода обзоры более того у нас бушных тачек не так много поэтому если вы хотите чтобы именно ваше ведро появилась в этом тест-драйве бу тачек вы можете писать нам вот на этот email который вы видите сейчас на экране рассказывайте какой у вас есть автомобиль где вы находитесь может быть что-нибудь интересное расскажите почему именно вы хотели хотели бы оказаться в кадре и мы с вами свяжемся и будем стараться снимать вот такие вот тест-драйве спасибо всем за то что вы смотрели не забывайте подписываться на канал ведро с вами был дима саша пока увидимся вообще нормальные машины пищат когда на ручнике катаешься так я не знаю вот он они все так неуверенно стоят сюда вообще можно ехать или нет конечно можно я бы не заехал если нельзя было